Мммм Пока Эйвон и Софи не знают Мммм Мяско Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня и мои собаки Софи и Эйвон И сегодня мы вместе с вами будем готовить лакомство для собак своими руками Вот из-за этого мама? Да, да, Софи, да, из-за этого мы будем готовить лакомство Это же говядинка Ничего так выглядит Досматривайте это видео до конца, потому что в конце мы предложим Софи и Эйвону выбор Между магазинскими вкусняшками и лакомство, которое мы приготовили сами Жду, не дождусь, когда мы уже будем выбирать Да, я тоже хочу выбирать Значит, просто ждем, Эйвон Саленки текут Придержи, пока Ну что ж, поехали! Как вы видите, у меня говядина Я выбрала специально говяжью грудинку, из которой мы будем делать наше лакомство Вы можете выбрать любое мясо Я подозреваю, что у Эйвена и Софи на курицу аллергия Я решила не рисковать В этот раз я взяла говяжью грудку Это не самый бюджетный вариант Потому что, например, говяжьи жилы стоят вообще какие-нибудь копейки на простом рынке, где можно купить мясо В следующий раз мы постараемся приготовить вкусняшку из говяжьих жилы или из чего-нибудь другого А сегодня у нас говядина Слышала, Эйвон? Говядина Ой, как я надеюсь, что это будет вкусно Прямо уже не ждет, сын ни как Вкусно же будет Это же корова Это же корова Это же корова Я использую просто вот такое вот полотенце, которое не оставляет никаких ворсинок. Сейчас мы будем резать наше мясо. Для этого вам потребуется хороший острый нож. Как видите, здесь еще есть косточка у нас. Также это мясо, грудинка говяжья, достаточно жилистая. Это тоже очень хорошо. То есть какие-то места будут жеваться сложнее. Его можно использовать и для вкусняшек, и как дрессировочное лакомство. Просто порезать его нужно по-разному. Я хочу порезать его разными кусочками. То есть, например, вот такими вот полосочками. Маленькими кусочками для дрессировки. Их можно прям вот с большой палец размером нарезать. Также я нарезаю еще прям вот совсем длинные. В общем, нарезаем мясо на ваше усмотрение, как вы считаете нужным. Учитываем, конечно же, размер собаки. Софи, я вижу, мама там уже режет мясо. Чувствуешь запах? Ага, это точно будет вкусно. Похоже, порезала уже будет готовить. Пошла куда-то. Я постелила вот на такую решеточку в аэрогриль фольгу. На нее буду укладывать мясо. Вы можете готовить также и в духовке. Я пользуюсь аэрогрилем, потому что я люблю аэрогриль. Мне в них удобно все. В духовке у вас будет места больше, поэтому можете больше приготовить мясо. Распределить его более свободно, чтобы оно быстрее приготовилось. Я выставляю температуру на 250 градусов и ставлю по времени 40 минут. 20 минут мы будем готовить их на 250 градусах. И остальные 20 минут мы уменьшим градусы до самого минимального. То есть, чтобы их высушить практически вот до 120 градусов. Ну что ж, поехали. Ой, ну все, поехали. Поехали. Ну что ж, будем ждать. Слинки текут сюда. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, благодаря жиру мясо начало зажариться и превращаться в мелкие сухарики. Мы их перевернем. Уменьшим температуру, чтобы они уже не зажаривались, а сушились. А сколько еще ждать? 20 минут, Софи. Мы же даже не знаем, вкусно ли получится. Но почему-то у меня есть предчувствие, что они будут очень вкусные, эти вкусняшки. Ждем, 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 просто ждем. Может быть. Ну что ж, я считаю, что наше лакомство готово. Какие-то крупные кусочки можно еще порезать напополам. Сейчас я их сниму вот с этой вот фольги. На бумагу, например, вы можете использовать специальные полотенца. Я убираю с лакомств лишний жир. Как вы видите, он еще есть, судя по бумаге. Обязательно нужно их остудить, прежде чем давать. И хранить, я думаю, их можно легко, очень в холодильнике, достаточно долгое время. Я их буду складывать вот в такую пластиковую баночку. Вот что у нас получилось с длинными кусочками. Получилась такая тянучая резиновая вкусняшка. Вот что получилось со средними. Получилась вот такая вот погрызушка. У нее здесь жилка внутри, поэтому она тянется. И еще один длинный кусочек превратился вот в такую полосочку. Мама сказала, что лакомство готово. Готовы? Где? Так, готовься, Эйвен, сейчас мы будем их дегустировать. Дегустировать? Что? Эйвен, не тупи, вкусняшки из говядины. Вкусняшки, говядина. О, боже, Эйвен, господи, мы же все время это и обсуждаем. Я забыла. Ну вот вспоминать, сейчас будем есть. Да, точно. Вот такая вот у нас получилась коробочка с лакомствами для собак. Запах, в принципе, просто обычного мяса, никаких хроматизаторов. Достаточно приятный. Вы можете сами, если не вегетарианцы, попробовать. Тяжело жуется, потому что там жилы. Ммм, на вкус. Ну а мы-то когда уже будем это пробовать? Сейчас, Эйвен, сейчас она что-то зрителям скажет. Ладно. Теперь поговорим о самом интересном для некоторых людей. Цена. Многие скажут, а, кормить собаку говядиной, это же так дорого. Да, действительно, килограмм говядины, вот этот кусок грудинки я купила за 400 рублей. Здесь примерно стандартная пачка лакомств, которые мы покупаем. Но сколько осталось говядины? На сколько лакомств еще хватит оставшегося куска? На очень много. Но, конечно же, мы с Софией и Эйвеном не перестаем пользоваться лакомствами из магазинов, и обязательно об этом тоже вам расскажем. И сделаем обзор. Как вы заметили, я не положила в мясо ничего. Это чистая говядина, никаких добавок, никаких специй, никаких приправ, никаких ароматизаторов. Вот и посмотрим, понравится ли это нашим собакам. Софиша? Я готов. Ты готова выбирать? Да, готова, готова, мам. Давай. Отлично. Выбирай. Так, вкусняшки. Вкусняшки. Это, эти, так, или эти. Эйвен, подскажи. Не мой, я очень. Ой, справедливый. Ну, Софи, мы ждем. Давай, выбирай. Какие вкусняшки ты хочешь? Мам, вот так просто выбрать, какая понравится. Эйвен, выбирай вкусняшку. Пиши в комментариях, какие, по-твоему, выбрали вкусняшки Софи и Эйвен. Нашу или из магазина. Ну что ж, а какую вкусняшку выбрали Эйвен и Софи, вы узнаете в следующем видео. Любите своих собак, кормите ей вкусно, и будет вам счастье. Да, это была она. Софи, я так нервничаю, что у меня дергается ухо. Эйвен, а почему ты нервничаешь? Я не знаю, просто мы так долго уже ждем. Да, у меня тоже начинается. У тебя тоже дергается ухо. Ага, зачем ты мне это сказал? Хотя мы ждем всего 40 минут. Ого, боже, что с ушами? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.